И вот одно, один из этих отзывов побудил меня, ну буквально-таки срочно, ага, вот, вот это вот меня побудило, Элли Коптилини, Коптили, Элли Коптили, вот что она пишет. Игорь Петрович, а почему Вы не заподозрили, что Ваш видеоблог, то есть вот этот канал, это есть стойка голой жопой к людям за углом? Не поймите меня неправильно, но может Вы что-то интимное рассказываете тут, что следовало бы внутри оставлять. Переходить некую собственную грань, и Ваша дочь, или через нее. Вам такой вот образ и намек, чтобы Вы не прекратили заниматься ютуботворчеством, но переосмыслили содержание. Например, я ответил, что все может быть, это тема для разговора. Действительно, все может быть. Все может быть, все может быть, да. Но вот, на чем я застыл в свое внимание, не поймите меня неправильно, Но, может быть, Вы что-то интимное рассказываете тут. То, что следовало бы внутри оставлять. Остановимся пока на этом. То, что следовало внутри оставлять. Понимаете, я с Вами делюсь, ну, буквально таки всем. Конечно, что-то я оставляю. И оставляю это потому, что это может повлиять на других людей, которые не хотят, чтобы я об этом рассказал, потому что затрагиваются не только мои интересы, но и их интересы затрагиваются. Ну, начну я, наверное, несколько с другого. Вот многие слышали, что есть такая народность хунзакутов, которая живет там где-то в горах Пакистана. И они долгожители, причем все долгожители там. Ну, так пишут. В 90-е еще там что-то кормят грудью женщины. В 60 рожают, а может быть и в 90 рожают. Ну, живут где-то до 120 лет. Ну, вот такая информация имеется. Ну, и все гадали. А в чем же заключается вот этот феномен долгожительства именно вот в этой общине, в этом племени? И там питание, мол, такое скудное. И то, что они абрикосы едят, и сушеные, и свежие. И в то же время проскользнула вот такая информация, что с самого рождения и до смерти вся жизнь идет на виду друг у друга. То есть, ничего там такого интимного, тайного нету у людей. То есть, они видят, ну, грубо говоря, все в натуре, как происходит. Как происходит там ухаживание, как происходит там, грубо говоря, зачатие, роды, взросление и так далее, и так далее. Все до самой смерти. То есть, когда какая-то информация по тем или иным причинам, вот, ну, пускай там какого-то там интимного характера, но интим надо понимать в данном смысле не то, что касается там, грубо говоря, отношений между мужчиной и женщиной, а вот того интимного, так сказать, сокровенного, вот слово интимный, сейчас я попробую найти, вот оно не ложится на язык, и я не могу понять, что оно означает. А когда ты не понимаешь вот это вот значение этого слова, вот это вот и начинает, грубо говоря, происходить. Что означает? Да? Опа! Читаю. Значение слова интимный, интимный, интимная, интимное и так далее, касающего отдельного лица, его личной жизни, отношений с близкими людьми. Ага. Тут, тут, значит, сокровенный задуш... О! Вот, вот, наконец-таки мы подобрали значение слова интимный в словарях. Слово интимный в толковых словарях русского языка, интимный, интимный это сокровенный, задушевный, глубоко личный. Вот давайте на задушевном и останемся. Теперь ясно. Интимный это, будем в контексте понимать, задушевный. Так вот, у каждого человека за душой имеется масса различной информации, которая накопилась в течение этой жизни, которая накопилась в течение той жизни. И более того, следует, как бы сказать, понимать, что именно накопились. То есть, накопились какие-то желания, нереализованные. То есть, ну, грубо говоря, ну, вот, я хотел бы быть президентом. Ну, так вот, желание, грубо говоря, вот это, к примеру, возьмем. Естественно, его высказать, люди скажут, да ты чё, Петрович, ты чукнулся, что ли? Понимаете? И внутри остается у человека комплекс. Или другой говорит, а я хочу чемпионом быть. А есть ли у тебя для этого задатки? Ты чё? И комплекс возникает. Кто-то кого-то любит и думает, вот сейчас я обращусь к ней, Маша, я тебя люблю. А она скажет, ну, ну, чё ты тут пристаёшь ко мне или ещё что-то. То есть, вот те искренние намерения, которые вы хотели бы в своей жизни осуществить, они наталкиваются на непонимание. Раз, они наталкиваются на то, что они, значит, такие, что трудноосуществимые, и вы сами в них до конца не верите, сомневаетесь. И окружающие люди, вот смотрите, окружающие люди талантливых, талант тогда расцветал. Когда окружающие люди его поддерживали. И наоборот, много талантливых людей свой талант этот глубоко внутри себя спрятали и не реализовали, потому что они что-то там попробовали такое сделать. Да, что-то там получается ерунда какая-то, так далее, и того подобного. И они не стали это делать. Так вот, я как раз именно говорю о том, что у нас есть, ну будем говорить, вот когда мы что-то в себе держим и боимся, что кто-то узнал, это уже внутренняя зажатость. Внутренняя зажатость в той или иной степени, которая отчасти связывает вашу энергию, раз, которая не позволяет взаимодействовать с пространством так, как это вы могли бы делать, понимаете, открыто, честно стремиться. То есть, важно, чтобы в ваших желаниях, первое, не было чего-то такого разрушительного, чего-то такого, что касалось бы других людей, типа их унижения, подавления. И, ну, примерно вот этого. Если, будем говорить, вот этого нету, да пожалуйста, распускайтесь, не держите себя, не сдерживайте, вернее, себя. Вот это вот сдерживание внутреннее на чём-либо, оно приводит к тому, что вы просто-напросто смотрите на других там людей и думаете, вот какой там он, грубо говоря, успешный там, вот он что-то там сделал, да, наверное, наворовал и так далее. Вот если конкретно меня, понимаете, мне самому интересно узнать, почему, откуда это всё взялось. Я родился вот в этом Каменске здесь. Я здесь вырос, никаких таких, никто меня не обучал этим книгам писать, никто там меня не обучал этому, грубо говоря, ну, телевидению там, ну, не обучали, но направляли хорошенько ведущим стать. Вот, никто меня не обучал, допустим, в семейной жизни, никто меня не обучал там ещё чему-то там и так далее. То есть, а тем более, никто меня не обучал особенно копаться внутри себя и понимать, откуда может взяться сила, успех и откуда может произойти твоя слабость и, в конце концов, жизненная неудача. Вот этому, вот этому меня никто не учил. Хотя, в книгах я там читаю, там есть информация, допустим, вот человек, он, вот, когда скрывает что-то в себе и удерживает, и не понимает, почему это с ним происходит, то есть, есть информация духовная, когда через него действует дух. Что это такое? Как он действует? Он вообще не понимает. И где вы об этом узнаете? Не хочу сказать, что я знаю это. Я это стараюсь узнать. И что, если я узнаю, вот я так иногда выплёскаю из себя, да? Духовная информация, есть душевная информация, она гораздо ближе. А душой управляет побуждение, чтобы можно было понять, что через нас действует побуждение, какое побуждение в данный момент действует. Вот, как я говорил, куча различных у нас побуждений, на основании вот этих основных побуждений, а именно, к самосохранению, к лидерству, к справедливости, к творчеству, да? Ну, четыре я перечислю. То есть, и на каждом этом побуждении куча ещё, так или иначе, действует. И если мы себя начинаем где-то там стопорить, ограничивать, вот вы, наверное, слышали, что люди в конце жизни говорят, вот, грубо говоря, я обладал таким-сяким там талантом, а это всё положил вот под того или иного человека, для того, чтобы это, да даже своего ребёнка. А он вырос, и я теперь никто. А почему он себя зажал? Почему он не не проявился? Это интимный вопрос или не интимный вопрос? То есть, вопрос вот задушевный. А почему ты позволил, положил всю свою жизненную энергию на этого человека, а не на себя? Либо же не уделил ему ровно столько внимания, чтобы он, знаете, как этот самый, ты его двинул, подтолкнул, и он пошёл. А ты дальше своим занимайся. А ты к нему прицепился, и ещё потом что-то хочешь от него поймать. И такое же бывает. почему это происходит? Что за связи? Что нас держит? И вот эти все вопросы я задаю себе и открыто о них разговариваю с вами. Особенно это касается людей от 17, пускай до 50 лет, когда вот они хотят реализоваться, хотят реализоваться, но не понимают, как это сделать, а непонимание, как это сделать, это как раз лежит в сдерживании себя. Я очень мало встречал людей, например, Константина Львовича Эрнста, который знает, что хочет. Много людей не знают, что хотят, а раз они не знают, что хотят, они не знают и что получить. И вот он один такой, который знает, что хочет, и далее уже, и выстраивает цепочку, как это можно, и достигает. А все остальные, и я бы был, допустим, руководителем телевидения, многие там такие, а что-то не получается. Ну, может быть, вы что-то интимное рассказываете тут. Я не интимное рассказываю, вернее, а вот слово интимное задушевное. Я с вами делюсь теми, будем говорить, движущими причинами, которые, чтобы вы на основе разговора со мной вы поняли лучше себя самого. Вот я пишу книги. Почему я не веду ни курсы, ни какие-то там еще, потому что я постарался их так написать, чтобы в них было все разжевано, и вы все понимали сами, и доходили, как это работает, понимаете? Это много вас стоит, чтобы толмача с вами не было. О том, что я рассказываю, что есть дар, и вы его можете в себе определить. Я не говорю, что вот я такой единственный. Каждый из нас, главное, каждый из нас единственный с Божьей искрой, и подобен Богу. И вот когда рождается человек, ну, будем говорить, вот так вот, если там по большому счету, вот там ангелы и полубоги смотрят, вот родилась душа, она воплотилась, она получила возможность для такой реализации, которой они не имеют. Я уже о людях не говорю, я уже говорю о тех. А он сдулся, он вообще не понимает неважность, нифига ничего не понимает, насколько важна жизнь, насколько для развития. Он ее какой-то расценивает, разменивает на то, что это получилось, это не получилось, в том я разочаровался и так далее, вплоть до того, что покончу жизнь. То есть она ему нахрен не нужна, он не понимает, что это такое. И я не понимал, что это такое. И в течение жизни наработал того, что вот я говорю, ненавидеть гораздо легче, любить. он имеет то, он имеет все, прежде всего какие-то внешние данные, а остальное фиг с ним это меня не касается, я уже ненавижу его за то, что у него лексус этот есть, а у меня нету. А я рассказываю, я не это. Как это можно заработать даже в большем масштабе, если вы хотите. проявите себя, имейте терпение приобрести знания, то, что у вас лежит, то, что у вас лежит, да, дайте ему проявиться. Я-то, понимаете, я мог работать, грубо говоря, вот я выучился, электрослесарки пи-автоматики, прекрасная профессия, да и пожалуйста, и работай. Но меня это не удовлетворило, я захотел стать самым сильным и стремился к тому, как это сделать. Кое-чего у меня получилось. А зная, вот сейчас что я знаю, я мог бы достичь большего. Но в данный момент я доволен тем, что есть. То есть очень важно еще получить довольство от самого процесса жизни. И вот это когда человек где-то себя сдерживает, что следовало что-то внутри оставлять, вы оставляя внутри себя что-то, я уже повторяю, вы сами себя сдерживаете. и вот эти маленькие порой вещи, знаете, вот есть такая вещь, как голос совести. Ну, вот по большому счету возьмем. Голос совести. Не делать оружие. Не делать его. Вот голос совести. Потому что это оружие в конце концов применится против вас. ну, вы говорите, а семьи кормить надо, а родину надо защищать. Вроде все хорошее, но если бы не было вот этого оружия, ни мы не делали, ни они не делали, то и все поняли эту истину, то, грубо говоря, пускай бы там кулаками надавали другу-другу, но это же не ядерный взрыв. Понимаете? Вот она вот так вот, голос совести мы сдерживаем, да, вот, и все это у нас совсем другое. И вы знаете, у нас такой мир дерьмовый. Видите, к чему мы пришли? Из-за того, что сдерживаем внутри что-то оставлять. Что оставлять внутри? я говорю, что там вот оставлять? Может, еще поясните мне, что именно вы имели ввиду? Может, я не то понимаю, да? Переходите некую собственную грань. Какую собственную грань? Понимаете, идет вообще-то по большому счету идет развитие духовное, совершенство дух, который делает душу для того, чтобы она вот тут и все это делала. Если она зажалась, она того не сделала. По большому счету, в следующую жизнь она будет делать то, что она тут не доделала. То, что она зажала и сказала, да, это потом, это не надо, и так далее, и так далее, и так далее. и ваша дочь или через нее, вот вам образ и намек. Можно и так сказать, можно и по-другому сказать, но я думаю, чтобы вы не прекратили заниматься ютубо-творчеством. Знаете, вот ютубо-творчество, если моя плодовитость вам как-то, хотя у меня тут и другие интересные вещи есть, я их немножко отодвигаю, я мог бы действительно целиком сконцентрироваться на себе, да нафиг вы там пошли, копаетесь и копаете, я вот тут все приобрел, и хрен с вами, а вы там живите, там как живите. Но в конце концов, понимаете, когда люди так считают, вот эти олигархи и так далее, и что они там огородили с 4-6 метровыми заборами, потому что приобретя на людях это богатство, они теперь их боятся, хотя понимают, что они без них не денутся, кто там будет, грубо говоря, бурить, кто там газопровод делать, кто там их деньги считать и так далее, и так далее. Видите, что получается? Это все, вот эта вот зажатость какая-то там, зажатость и вот это пользуется такое. Ютуботворчество переосмысливает содержание, например. Ну, подскажите мне, какое содержание мне надо переосмыслить? Может, действительно, я не туда движусь? Я не хочу сказать, что я сомневаюсь, но здоровые сомнения всегда должны быть у человека, которые он преодолевает и за счет этого растет. Это должно быть. И когда он понял, как это должно быть, он тогда уже действует без, он говорит, страха и упрека. Вот такое интересное заявление. Поэтому подскажите мне, что вы имеете вот здесь вот в виду под этой задницей, которая не мне приснилась, а дочери приснилась, а я сейчас ее тут отрабатываю. То есть я вам все может быть, все может быть. Я с удовольствием послушал и послушаю людей, которые мне могут это растолковать, на пальцах показать, как я сейчас это делаю. Чтобы это все было ясно и понятно. Поэтому я не хочу из себя делать никакой тайны. я такой же, как вы. Иду по дороге, набираю свои шишки, решаю свои же проблемы. И если это вам интересно, вот это ютубо-творчество, пожалуйста, смотрите, если вам это не интересно, не нужно, вы сами с усами, да зачем вот это тут смотреть, зачем свое жизненное время здесь тратить, там, смотря на вот эти все эти видеоролики. Пожалуйста, живите своей жизнью. Ну, вот я и выговорился. Так что я лично стараюсь, вот что у меня есть внутри, какие-то зажимы, какие-то непонятности, какое-то еще что-то, я это пытаюсь проработать. и когда я вот это более-менее проработал и открылся, просто стал открытым, вмещая все, и хорошее, и плохое, да, но если во мне плохого много, оно зацепляется на мне, я становлюсь злобным, да, и все на этом. И если во мне нету, вернее, так сказать, не за что злобе зацепиться, хотя вы там почитаете отзывы с матюками идут и так далее, то это все так проскакивает мимо меня, это все уже отработано, это все уже не нужное просто-напросто. И если есть какая-то доброта, какая-то отзывчивость, пожалуйста, вы ощущаете, это совсем другое дело, оно идет доброта к доброте, накапливается, трансформируется в разного рода эти вещи, начиная от творчества и кончая уже материи, будем говорить. вообще-то высказать действительно вот это что-то задушевное, вот такой разговор, его нету, ни между супругами, он очень редко бывает, и поэтому идут измены разного рода, между родителями идет непонимание, между друзьями, ага, как бы там кого объяволить, и вот так вот весь мир наполнен тем, что кто-то что-то держит у себя за пазухой, и как правило это какое-то вот нехорошее, потому что он это сделал, дабы получить какую-то выгоду, что-то поймите, а когда поймел, потом думает, а стоило ли это делать, говорю, вот такие задушевных бесед очень мало, их практически нет, а это называется душеполезная беседа, я не считаю себя учителем, еще раз скажу, я просто высказываю то, что я знаю, хотите слушайте, хотите там не слушайте, хотите применяйте себе, хотите не применяйте себе, вот и все, а за каждым вещем сном идут свои наработки, понимаете, чтобы мы что-то наработали и в жизни изменилось, знаете, вот как критическая масса достигается, потом бах, пошла лавина, лавина, перед лавиной идет вещий сон, а дальше лавина пошла. Так что я хотел быть перед вами в первую очередь открытым и перед вами, и перед собой, и при этом, при этом никакой корости с вас не поиметь, а для себя не сделать найти какого-то там величия или еще чего-нибудь такого вот я вот такой вот особый еще раз повторю каждый из нас особый эту особость надо осознать себе полюбить а полюбив себе вы полюбите это в других их Продолжение следует...